Доброе утро, подружки! Сегодняшнее утро. Доказательство лишнее тому, что в мире работает один только закон. Закон подлости. Спросите, где же ребенок? Ребенка в кроватке нет. Раннее утро. Тут одни динозавры. Я проснулась. А ребенок где? Ребенок здесь. Спит, как маленькая Зойка. И все потому, что у нас сегодня педиатр. И нам нужно было встать в 9 часов. Сейчас в 9.15. У педиатра нам нужно быть в 10.45. А котючка моя спит. Ну, хоть бы хны. Эй, человек, присыпайся. А кто, а кто, упора, котенок? Эй, Бутина. В общем, никак. Пойду готовить свой кофе. Надеюсь, что просто так проснется. Так, что у нас тут будет? Так, я буду кофе, естественно. Сегодня что-то я не хочу с пенкой, поэтому я просто погрею муку отдельно. Так, это микроволновку. На, ну да, полторы минутки. Так. Грею молоко мелкому. Я налью йогурт из пахты. Мой первый завтрак, это, естественно, кофе. Сюда. Сюда добавлю молочка. И все. И мы, я думаю, что не успеем больше там ничем нормальным позавтракать, поэтому мелкому возьму с собой снеки. Их у нас дофига в доме. И возьму с собой кефирчик. Уже позавтракаем после того, как вернемся домой от нашего педиатра. В инстаграме показывала подруги, кто знает вот эти сырки. Наши латвийские карумс. Вот такие вот. Это вот прям мой любимый десерт с детства. Они разные всякие есть. У меня здесь карамелевый в этот раз и с орехами. Но самые-самые стандартные вот это оранжевая упаковка вот такого цвета оранжевого. И они просто ванильные с шоколадной глазурью. Блин. Для меня это вот просто самый вкусный сырок на свете. Вот просто самый вкусный. Рэму дала. Господи, вам надо было видеть его выражение лица. Здесь попробую вставить клип с инстаграма. Это просто кошмар. Такое ощущение, как будто я в рот ему положила кусок говнешки. Это просто. Сладкое в принципе не заходит. Он не понимает шоколад. Он не понимает, почему вот это вот так вот сладко. И самое важное, что он в этих сырках не понимает вообще никак, это почему его руки сразу становятся грязными. Для него вот еда и грязные руки в последнее время это просто катастрофа. То есть вытирай тут же сразу мгновенно. И в общем, если еда создает хоть какой-то бардак в общем и непонятную ситуацию на его лице и руках, это все. До свидания. Сами ешьте вы свою еду. Короче, я как бы не против, во-первых, потому что ребенок не ест сладкое, а во-вторых, потому что, ну как бы, мне больше достанется. Отлично. А, у меня же есть здесь, вот что, я из Питера привезла. Здесь у меня есть сок. Отлично, это можно взять. Кстати, классная упаковка у Пикабу. Не проливайка. То есть там нужно сильно постараться, чтобы этот сок пролить. И пюрешку давайте одну возьмем. Класс. К медиатору нам обязательно нужна пеленка, потому что мы будем голеньким его мерить, взвешивать. Так, я возьму пару пангузов, естественно. Water Vibes, которые мне нужно, кстати, прикупить. У нас последняя упаковка. Ну и, наверное, все. Что у меня тут еще есть? Тут вообще больше ничего нет. Мне надо для ребенка купить соломинку, да. Это уже его тут проделки. Мне нужно купить обязательно господи, крем для попы, потому что через жара у него чуть-чуть появляются покраснения. Самые жаркие моменты. Так что так, это берем с собой. Сейчас положу все в рюкзак. Так, это к подгузам отправляется, это тоже в карман соответственно подгузов. Ну, в общем, развлечением ни одной рукой все это собирать. Челлендж утро нашего. Так, здесь одежка у него. Так, мы еще сегодня будем делать прививку, я надеюсь. Надеюсь, именно потому, что вчера, естественно, он вот здесь, где у нас цветочки, что-то ему там сильно надо было. Ну, короче, там он лазил, 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 и в этой клумбе оказались осы, которые покусали его два раза. Два укуса. Один на пальчике, другой на запястье. Ура была, конечно же, на всю Ивановскую. Конечно, это больно. Вот, я надеюсь, что все это дело не станет для нас медотводом или каким-то препятствием, чтобы не сделать нашу прививку. А прививка у нас осталась всего одна у дефтерии. Наши эти все ПЦРки, они, наверное, у меня в машине. Все, ладно, тогда беру с собой паспорта, прививочный паспорт и все. Это отправляется обратно на нашу полку. До свидания. Вторая, кстати, папка, это гинекология. Завтра еду к гинекологу. Об этом тоже потом расскажу. Ну, как бы ты ну, в общем, не переживай, все нормально. Может, даже не напрягаться. Спи, котенок. Блин, так всегда. А вот, когда матери хочется спать, нам никуда вообще не нужно, то все, естественно, ребенок, блин, просыпается в 6 утра и херачит по моей кровати и не спит. Так, сейчас найду ему какие-нибудь штанцы. Оденем обычные спортивные штаны и все, чтобы легко снять. здрасте, котенок, ты чего там, проснулся, что ли, попа моя? Ку-ку, Рэм, хей, бэби, хей, ку-ку, чай, хе-хе-хе, ку-ку, ку-ку, монстрик, мой попа, ты где? Ку-ку, хе-хе, ку-ку, лапка моя, привет, хе-хе, кто этот, маленький котенок у меня тут комочком спит, ну, бутютик, Тихо-тихо-тихо-тихо. Лапки мои, просыпайся. Ку-ку. Нють. Покажи мне свои пальчики. Где тебя оса укусила, котенок? Че, мама, ее инд? Так. Я сразу вчера дала антигистаминную. Ну, вроде все хорошо. Так. Покажи пальчик. Где твой маленький пальчик? Нет пальчика? Ну, покажи указательный. Ну, все в норме? Котенок, не дергай. Ай-ти-ти-тихо-тихо-тихо-тихо. Все в норме, да? Все прошло. В общем, я помазала мазью, чтобы снять боль. Потом лед держали, да? Эндигистаминные. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Двадцать минут, зайка, максимум. А кто тут не хочет просыпаться? Матютик, мой сладкий. Что за песни поем? Дима, кефирчик? Я? Давай, Сирона, пилу. Я на чунки у кефирчик. Давай, сеть. Давай, ремей, сеть. Да, да. Сейчас, мама, у кефирчик. Мы ломанные английские. Мы английские, с каждым меням становится все хуже и хуже. Мне кажется, мне скоро надо будет идти какие-то там, я не знаю, курсы проходить. Да. Ну? Ты что, примитив адский? Да. Тут надо морально подготовиться к всем утрам. Да, скажи. Ты, Бузя. Безнадёга. Вы, глаза? Ну ладно. Короче, оставляю ребёнка в покое, пока он тут быстренько попьёт свой кефирчик. И будем собираться. Иначе мы с тобой точно опоздаем, да? Опоздавать нельзя. У нас в поликлинике сейчас рекомендация есть, естественно, в связи с ковидом. Приходить вовремя, не опаздывать. И заранее тоже не приходить. Будем стараться сегодня вот прям пунктуально прибыть к доктору. На, давай. Всё, погнали. Ключи. Телефон. Поехали. А, конечно же, кофе мой. Готов? Ну, давай. Закрываем дверь. Давай, Рэм. Голову. Ой, давай ещё. Давай, помогай маме. Давай. Давай, давай. Давай, холд, на. Давай. Бум! Ой, Рэми, как тяжело, ой. Ну, пойдём. Давай. Я, конечно, понимаю вот это вот всё. Но, знаешь ли, пойдём. Нам уже пора котёнок к доктору идти. Ай, жара-жаришка. Короче, лето выдалось у нас с тобой вообще капец. Так, подруженцы, ладно. В общем, мы сейчас поднимаемся в нашу поликлинику. Я не помню. В прошлом году, мне кажется, я какой-то видос делала с поликлиникой нашей. Но я уже не вспомню. Это был Инстаграм? Или это было... Что это было? Ютуб? Ну, как бы, в принципе, это и не важно. В прошлом году. В прошлом, в этом году, в этом, да? Скажи, я уже вырос, поэтому всё дело по-другому. Будем надеяться, у нас с тобой сегодня всё сложится. Удачно. Ну, чего зайка? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and eleven. Ей, Рэми. Так, нам вот в дверь. Давай, заходи. Давай, заходи, заходи, заходи. Ждём. С палкой хлеба. И в жёстком прикиде. Любитель мульта Little Angel. Так, подруженцы, в общем, после педиатра мы решили сразу домой не ехать. Раз уж такая песня, мы пойдём погуляем. Мы приехали на детскую площадку, которая в прошлом году. Мы тут частенько на неё приезжали. Здесь такой обычный спальный район. Им он-то называется. Пойдём. И, в общем, тут у них есть очень клёвая площадка. Вот на неё мы как раз потопаем. Что у нас с педиатром? Значит, первое, мы сделали прививку от дифтерии. Вот она у нас тут. Ребёнок у меня прям молодца-молодца. Выдержал всё стойко. И всплакнул лишь на секунду. И всё, у него нормально. Вот она площадка там. Пойдём. Педиатр его посмотрела, послушала. Всё, в общем, проверила. Сказала, что великолепный у меня ребёнок. Просто замечательно развивается. Всё у него отлично. К неврологу и прочим специалистам нам пока не нужно. К логопеду не нужно. И в целом, если он ещё не говорит. То есть этот момент, который волнует всех больше всего. Бабушек, дедушек, я не знаю, там, прочих людей, которые интересуются его развитием и волнуются за него. Короче, сказали не волноваться. Лето, отдыхайте, занимайтесь своими делами. И нечего тут на эту тему заморачиваться, потому что с вашим ребёнком всё в порядке. Вот нужно вот туда, на площадку нам ездить, чтобы он общался с детьми и занимался детскими всякими штуками. Вот. Там уже в садик осенью пойдёт. И там уже будет, в общем, заниматься дальше. А так, всё, что мы делаем, то и правильно. Иди сюда, Катють. Смотри. Смотри, водичка. Смотри, какой фонтанчик классный. Вода реально тёплая, очень круто. В общем, решил, что не надо. Пока. Пойдём по горкам, да, котёнок? Ну, отлично, штанцы мокрые. Такую жару как раз то, что надо. Я пласть тоже тут чуть-чуть намочила, поэтому мне прям комфортно. Так, куда пойдём? Давай, 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 пойдём. Ну, ты давай без мамы. Мама тут рядышком пойдёт. Давай, Ремень, давай, кам. Кам, 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 кам. Давай, не бойся. Всё, вот и беги. Отлично. Так, я думаю, сумка наша останется там. Всё будет хорошо. Так, Катютья. Уже там орудует. Нашёл колесо. Ремень, ку-ку. Ку-ку. Так, сейчас последим, что у нас тут. Каме. Ку-ку, я тут. Эй. Привет, я тут. Так, я думаю, что нам, наверное, следует пойти хотя бы носки одеть, потому что покрытие, оно такое очень тёплое. Прям горячо ножком. Да, котёнок? Ну, ось. Пойдёшь? Давай, попробуй. Нютики-бабутики. Ну, в общем, подружки, такой у нас тут день. Я думаю, будет весёленький. Котёнок тут освоится в первый раз. Спустя год он сюда приехал, поэтому такой осторожничает. И здорово, что очень мало детей. Очевидно, все где-то по даче мы отдыхают. Или на море, может быть. Субтитры подогнал «Симон» Так, ладно, подруженцы, у меня батарейка на камере умерла. В общем, снимаю теперь на телефон. Ничего другого не приходится. Короче, ребёнок мой проверяет моё терпение. Типа ненави нет, потому что, короче, угнаться за ним – это просто невозможно. Сейчас 30 недель беременности. Давай-давай-давай-давай вперёд! Давай мне руку. 30 недель беременности и вот этот спорт вечный, безумный и без тормозов – это, конечно, непросто. Давай. И плюс ко всему, он вот просто упертый и не слушает маму вообще никакой. Ну что, тяжело? Задачка-то. Так, держись. Держись. Давай. Вот, молодец, руками. Давай вот сюда, маме, на ручку. Тянись. Давай, шаг, шаг, не переживай. Всё хорошо. Вот так вот, вот так вот. И вот так вот, и вот так вот. Вот, аккуратно ножку. Ручкой держись. И вот так вот перекладывай. Давай ещё ручку. Давай, мама поможет. Давай, вот так вот. Ну ты молодец, ты дошёл. Всё. А-а-а-а-а. Бах! Е-ей, Реми, молодец. Так, дальше может что? Ну, короче. Ой-ё-ёй-ёй, тут всё закрыто. Ребёнка не вижу. Ой, господи, сейчас посмотрим, где он там. Так, ты уже прошёл трубу, вот ты где. Ой, Реми, ну молодец. Давай-давай-давай. Давай, вперёд. Давай-давай-давай. Реми. Вот он. Да я и сама, знаете, расстраиваюсь. Капец, как рями. Давай, иди сюда. От того, что мне нужно постоянно на него орать, бегать за ним. И все время вот это вот нервы, когда он просто врубает свою торпеду и бежит просто голову сломя. Вот просто голову сломя. Давай, беги туда. Ну, в общем, когда он просто бежит, голову сломя, и он такое ощущение, как будто, ну, вот ему весело. Ну, прям вот ему кричишь, а он ржет и еще быстрее начинает бежать. Арс, ты уже в ужасе бабушки угнаться не могут, подруги могут играть. Но вы не играть-то невозможно, он очень быстро. Уже не говоря о том, чтобы я вот с этим животом сейчас за ним тут нанеслась. Иди сюда, давай, пойдем на эту горку. Все, пойдем. Давай, забирайся. Давай, давай. Поехали. Давай, давай. Ну вот, такие штучки, как они бьют. Короче. Водительство дело такое, сильно непростое, поэтому... С одной стороны, я уже как бы перестала не тринадцать по этому поводу, с другой стороны, не тринадцать по этому поводу. Ну, переживания из этого меньше не становятся в эти моменты, когда ты вот просто не понимаешь, что тебе делать, когда ты не знаешь, как тебе его унять, организовать, контролировать и прочее. Короче. Мама меня поймут. Дело не в ребенке. Дело просто вот в родительстве. Оно такое. Ну, просто такое есть и все. Ничего не говоришь. Ну, ладно. Извинтрируемся, как говорится, на хорошем. Ладно, подружки, давайте будет еще совсем чуть-чуть поиграем и пойдем домой, потому что жарищи с каждой минутой, кажется, становится все более и более невыносимой. Все, давайте, увидимся в следующем виде ролике. Пока.